Вечером в понедельник, 20 декабря, на Дворцовой площади в Петербурге торжественно зажгли главный символ Нового года – 90-летнюю Олку. Данное событие стало последним среди мероприятий по украшению города к празднику. Олку украсили в стиле советской эпохи, повесили более 300 ретро-игрушек, 300 метров серпантина и 5000 гирлянд, а макушку увенчала пятиконечная звезда. Кроме этого, вокруг почти вековой еле встали еще 48 маленьких. Полицейская машина столкнулась с БМВ и въехала в витрину магазина КОС на углу Бармалеевой улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. На месте пять скорых, машина реанимации и пожарные. По предварительным данным, пострадал один человек. Пострадавшим оказался водитель полицейской машины, с травмой ноги его отправили в больницу. Патрульные везли пьяного мужчину с Каменноостровского, он начал дебоширить в машине. Тогда сотрудники включили спецсигналы и поехали быстрее, водитель БМВ такого не ожидал, после этого и случилась авария. На Кутузовском проспекте в Москве утром 21 декабря произошла авария с участием нескольких машин. По предварительной информации, никто не пострадал, но на дорожном движении ДТП сказалось плохо. Участниками массового ДТП на западе Москвы стали 18 автомобилей. Среди участников есть автомобили такси, каршеринга, а также один с дипломатическими номерами, это автомобиль китайского посольства. ГИБДД столицы сообщает, что авария произошла из-за водителя Ford Explorer, которого сейчас проверяют на опьянение. Виновником аварии оказался стример Павел Середняков. Российский певец Григорий Лепс снова холостой. Хамовнический суд развел певца с его женой Анной Шаплыковой. В суд пришел только представитель жены, Лепс решил старый бывший не перечить и совсем заранее согласился. Расставание пары прошло мирно и без скандалов. Инициатором развода, согласно поданным документам, стала именно жена Григория, Анна Шаплыкова. Заявление о расторжении брака поступило от нее на мировой участок 16 ноября. И вот 20 декабря пару официально развели после 20 лет брака. Но Григорий вряд ли долго пробудет холостяком, он явно активно ищет замену. Буквально накануне появился снимок еще даже неразведенного певца и несколько более молодой певицы, который Лепс подписал так «самой красивой и желанной артистой мира». Самой красивой и желанной, по мнению Лепса, оказалась Аня Лорак, сбежавшая из Украины от Орд Диких Бомберовцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok